Это программа День города. Здравствуйте. В студии Дина Исляева. В начале главной темы выпуска. После гибели подростка прокуратура проверит все спортшколы в Рязанской области. Арестовали в зале суда выбрана мера пресечения для бывшего директора муниципального предприятия детское питание. Зарплаты чиновников, реконструкция площади Ленина губернатор Николай Любимов ответил на вопросы журналистов. Для безопасности на дорогах в Рязани установили электронный табло «Внимание, пешеход». В Рязанской спортшколе умер 15-летний подросток. Несчастный случай произошел прямо во время тренировки. Он почувствовал себя плохо во время пробежки и потерял сознание. Не отложка спасти его не смогла. Почувствовал себя плохо и потерял сознание. В спортивной школе юность во время тренировки скончался 15-летний подросток. Трагедия произошла 24 октября. Молодой человек был на вечерней пробежке вместе с другими воспитанниками школы и тренером. Первую медицинскую помощь ему оказал дежурный врач. Скорую вызвали сразу. Однако спасти юношу не удалось. По факту гибели подростка проводится доследственная проверка. Следователи уже провели осмотр места происшествия. Сейчас в настоящее время осуществляется комплекс мероприятий, необходимых для установления всех обстоятельств произошедшего. В том числе следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти несовершеннолетнего. Опрашиваются очевидцы. Изъята необходимая медицинская документация. Утром тренеры, заместитель директора побывали у родителей мальчика. Об этом сообщили сотрудники спортшколы. Позже в социальной сети ВКонтакте появился пост с соболезнованиями в связи с безвременной смертью молодого человека. Отмечается, что он жил частичкой спорта, умел бороться и побеждать. Общаться на камеру сотрудники спортшколы отказались. Если случилось, комментариев мы не даем. Идут следственные действия. После трагедии прокуратура Рязанской области объявила о готовящихся проверках. Сотрудники проверят спортивные школы региона. Для выяснения всех обстоятельств происшедшего прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также исполнение требований федерального закона об образовании. Проверка будет проведена во всех образовательных организациях области, осуществляющих спортивную подготовку детей. В ходе проверки специалисты дадут оценку соблюдения требований при проведении медицинских осмотров несовершеннолетних. В случае нарушения будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратура поставила на контроль результаты доследственной проверки обстоятельств гибели молодого спортсмена. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Директора муниципального предприятия детское питание Александра Дворецкого арестовали в зале суда. Под стражей он пробудет до 19 декабря. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 1 миллион 100 тысяч рублей от представителя одной из организаций за заключение договора поставки отсутствия препятствий при его исполнении и возможность заключения и в последующем договоров с представляемыми последними организациями. Защита Дворецкого ходатайствовала о помещении его под домашний арест, либо освобождение под залог в 3 миллиона рублей. В суде выступили четверо бывших сослуживцев Дворецкого. Они дали ему положительные рекомендации и характеризовали как человека справедливого. Более 50 подчиненных Дворецкого написали обращение в его поддержку, но на решение суда это не повлияло. Снова пожар в грузовом порту. На этот раз сгорел катер. По данным регионального МЧС, пожар произошел вечером 24 октября. Подробности далее. Следы пожара на палубе и в капитанской рубке. Хотя сезон еще не закрыт, катер вряд ли в ближайшее время выйдет на воду. По неофициальной информации, принадлежит он частному лицу. Капитан постоянно проживает в Москве. В Рязани работает вахтовым методом. Пожар на катере произошел накануне вечером. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Огнем повреждена палуба. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Пострадавших на пожаре нет. Что стало причиной возгорания, еще предстоит выяснить, отметили в пресс-службе регионального МЧС. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В сети появилось еще одно видео с мужчиной, который вышел на дорогу с дробовиком. Напомню, инцидент произошел в Рязани 24 октября. На пересечении Народного бульвара и улицы Великаново засняли неизвестного мужчину, который вышел на дорогу с игрушечным дробовиком. Видео появилось в соцсети ВКонтакте. Как сообщили очевидцы, молодой человек мешал движению транспорта. В пресс-службе ОМВД Паризанской области сообщили, что полиция проведет проверку по факту произошедшего. Губернатор Николай Любимов сегодня провел очередную пресс-конференцию. Журналистов интересовали качество региональных дорог, судьба Старожиловского конезавода, реконструкции площади Ленина. Свой вопрос главе региона задала и моя коллега Галина Кудряшова. Со следующего года в регионе будет запущен специальный проект по переподготовке людей предпенсионного возраста. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Проект будет финансироваться из федерального и регионального бюджетов. На одного человека предусмотрено порядка 34 тысяч рублей. 1100 человек могут воспользоваться возможностью данной программы. Кроме того, если обучение связано с переездом, ну это нюансы, конечно, важные, с переездом со своего места жительства постоянного для обучения куда-то в другое место, то из этих же средств будет как раз финансироваться и переезд сам, и даже возможность аренды жилья на время обучения и так далее и тому подобное. С 1 января 2019 года в Рязани появится единый региональный оператор по вывозу мусора. Конкурс был объявлен два месяца назад, однако Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в его проведении. В данный момент конкурс проводится повторно. Несмотря на то, что это очень тяжелая тема, обращаю на это тоже очень серьезное внимание, и мы намерены все-таки в ближайшие годы сделать нашу систему обращения с отходами достаточно современный, модернизированный и справедливый, скажем так, для населения, для людей. Программа «Безопасные и качественные дороги» расширится. В нее войдут не только дороги Рязани, но и более мелких городов в нашей области. Реализует проект до 2024 года. Губернатор отметил, что общая протяженность дорог региона составляет более 6000 километров. В рамках программы в соответствующий вид приведут 55% из них. Проект и наше финансирование, которое будет прежним, порядка 800 миллионов рублей, только по нацпроекту, позволит нам из дорожного фонда, я надеюсь, направлять больше средств в следующем уже году на субсидирование ремонта муниципальных дорог. Зарплата чиновников повысится на 15,6%. Соответствующий документ появился на сайте правительства Рязанской области. Губернатор подчеркнул, что зарплата государственных служащих не повышалась последние 12 лет. Сделать это смогут за счет сокращения штата чиновников. Увеличение заработной платы не приведет к увеличению расходов на государственных служащих в рамках нашего областного бюджета. Это можно будет проверить, проконтролировать, когда мы будем принимать бюджет. То есть те расходы, которые мы несем сейчас на содержание, это все сюда включается. И фонд оплаты труда, и автомобили, содержание зданий. В общем, все вместе. Они не увеличатся. Повышение коснется и муниципальных служащих. Николай Викторович отметил, что сейчас зарплата некоторых главпоселений ниже, чем у библиотекарей. На пресс-конференции обсудили ряд других актуальных вопросов. Стало известно, что найден инвестор для восстановления Старожиловского конезавода. Николай Любимов подчеркнул, что проект фактически является благотворительным и вряд ли окупится. Поэтому точных сроков по его реализации пока нет. Пронску могут присвоить статус моногорода. Соответствующие документы уже переданы в Министерство экономического развития региона. Однако Министерство финансов инициативу не поддерживает. Более того, программа постепенно сворачивается из-за появления в ней новых участников. Реконструкцию площади Ленина планируют закончить в следующем году. Соответствующие статьи расходов будут заложены в бюджет. Солочинский мост открыт. Ведутся работы по его приемке. Губернатор подчеркнул, что они не отразятся на водителях. Движения перекрывать больше не будут. Однако о качестве покрытия моста не прозвучало ни слова. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Информационное табло, предупреждающее водителей, установили на нескольких рязанских улицах. Надпись «Внимание, пешеход!» загорается, когда люди собираются переходить дорогу. Это своего рода ноу-хау. Табло изготовили в Рязани. Аналогов России нет. Как оценили новинку пешеходы и водители в нашем следующем сюжете. Для Татьяны это очередная прогулка. Из серии дойти до остановки и остаться в живых на пешеходном переходе у дома 22Б по московскому шоссе перейти дорогу бывает непросто. Водители часто игнорируют знаки и не пропускают. В этот раз повезло, считает она. Я не бежала. Я, кстати, спокойна. Нормально все. Приход останавливается. Эти водители ждут, когда они будут. С этой остановки на окраине спального района рязанцы уезжают в торговый центр, а также микрорайон Дягилева и на улицу Забайкальскую. Просто небезопасно, потому что страшно переходить дорогу. Никакого освещения вечером, если. Да и так тоже плохую погоду. А совсем недавно на этом переходе произошло трагическое ДТП. 22 сентября, примерно в 4.45 утра, молодой человек, управляя фургоном, совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в 70-летнюю жительницу областного центра. За эти происшествия женщина была доставлена в медицинское учреждение и впоследствии от полученных травм скончалась. Чтобы таких аварий больше не было, у перехода установили электронное табло внимания пешехода. Оно загорается, как только человек начинает переходить дорогу, чтобы привлечь внимание водителей, которые обязаны снизить скорость и пропустить пешехода. Такие же информационные табло установлены в центре города, на улице Ленина и здесь, на Циолковского, где большой поток пешеходов. Как отметили в пресс-службе ГИБДД региона, эти табло – нововведения. Их изготовили в Рязани, аналогов в других городах пока нет. Табло оснащено камерами с датчиками движения. Когда пешеход приближается к переходу, на табло, установленное над проезжей частью, загорается надпись «Внимание, пешеход!». Основная задача данных технических средств – привлечь внимание водителя, приближающегося к пешеходному переходу, информировать его о непосредственном нахождении пешеходов на проезжей части, а также предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Водители считают, что такие электронные табло нужны городу, они помогают на дороге. Иногда им бывает не видно, особенно ночью, это очень удобно. Пешеходы ходят в светоотражающих элементах и мало фонарей не видно. А так будет заметно, будет очень удобно. Для водителей это вообще большой плюс. На деле эффективность еще предстоит оценить. Ведь если она будет доказана, то табло внимания пешехода появится и на других переходах. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Еще одна победа поисковиков. Шестидневные поиски пропавшего рязанца увенчались успехом. За неделю поисковики Лиза Аля прошли километры, не останавливаясь ни днем, ни ночью. И 17 октября мужчина был найден. Подробности у Марии Рудой. Вот так, буквально пробираясь сквозь дебри, рязанские волонтеры искали пропавшего мужчину 6 дней. Инвалид первой группы Александр Липин пропал 12 октября. Он ушел из дома в неизвестном направлении. Оказалось, что у Александра проблемы с памятью, и он плохо ориентируется в пространстве. Первый день мы именно село отрабатывали. Прямо вот полностью обходили все село. Оклейка ориентировками, все закоулки, заброшенных домов там очень много, оврагов много. Село такое раскиданное довольно-таки. И именно по селу там была работа достаточно. Искали Александра родственники, которые сразу же забили тревогу, односельчане и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Несмотря на то, что нас было много, в первый день прям 7 экипажей выехали полных. Ну, опять же, кому-то на работу, кому куда, у всех там свои семьи и дела. Вот. Ну, люди у нас менялись, не уезжали прям совсем вот так, чтобы никого не было за 6 дней, по-моему, ни разу даже. Ну, все равно не хватало, да, народу, поэтому обратились мы к людям с помощью, за помощью. Вот. И присоединялись к нам посторонние люди тоже, да. Волонтерам и поисковикам помогали собаки. Они выходили на след и тут же его теряли. В итоге через 6 дней мужчину все же удалось найти. На 6-й день нашли, да, как ни странно, в самом селе. Вот. Овраг находился за магазином, где уж он столько времени ходил, бог его знает, дедушка. Истощен, очень пить хотел. Там сразу, когда столько времени человек без воды находится, пить давать нельзя. То есть ему смочили губы, он вот пытался вот именно схватить эту бутылку, напиться. Конечно, ему было очень нехорошо на тот момент, так сказать. Стоит отметить, что волонтеры-поисковики – это обычные люди со своей жизнью, работой и учебой. Несмотря на усталость или личные дела, невзирая на время суток и погоду, они идут на поиски незнакомых людей. И делают они это бескорыстно. Просто за спасибо. Мария Рудаев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в группах в соцсетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин